Жиры и сердечно-сосудистые заболевания. От того, какой тип жиров мы потребляем, многое зависит в том, как мы живем и как умираем. Например, среди мужчин немало смертей вызвано болезнью сердца. Примерно 27% мужчин в итоге умирает от болезни сердца. У женщин ситуация получше, по крайней мере, так принято думать. Только 18%. Женщины, похоже, реже умирают от болезни сердца, но вот проблема. Вот статья из New Scientist. Удивительная правда о женских сердцах. Если женщину поразит сердечный приступ, она на 72% скорее умрет от него, нежели мужчина. На 72% выше риск смерти, чем у мужчин. Почему? Ну, причина в том, что у женщины есть этот гормон, эстроген. И именно эстроген — источник проблемы. Когда женщину поражает сердечный приступ, сердце впадает в состояние фибрилляции. Но не только сердце. Большие сосуды, выходящие из сердца, сами сосуды впадают в фибрилляцию. И именно это так сильно повышает риск смерти. У мужчины нет такого уровня эстрогена. Сердце впадает в фибрилляцию, но если его током смогут привести в норму, то ладно. Но, по крайней мере, с сосудами все нормально. А если сосуды тоже в фибрилляции, то кровь через них все равно не пойдет. Кислород к мозгу не поступает, и ты умираешь. Поэтому женщина более вероятно умрет от сердечного приступа, чем мужчина. Если взять типичную статистику в Штатах, например, вы увидите, что почти четверть населения это, это ужасающе, имеют какое-нибудь сердечно-сосудистое заболевание, такое, как высокое кровяное давление, 50 миллионов, коронарная недостаточность, 12 миллионов, инфаркт миокарда, 7 миллионов, стенокардия, 6,2 миллиона, инсульт, 4,4 миллиона, ревматическая лихорадка и болезнь сердца, 1,8 миллиона. Это американская сердечная ассоциация. Довольно ужасает. И уровень холестерина очень, очень высок. 98 миллионов американцев имеют завышенный уровень холестерина. Даже молодежь, 19-летние, имеют уровень холестерина, 165 миллиграмм на децилитр. Есть только одна нация на одном с ними уровне, и это Финляндия. Никто больше. И вот причина. Это режим питания. Это питание, повышающее уровень холестерина. Молочные продукты сильно повышают холестерин. Яйца, мясные продукты, вот они, дары моря, также относительно высокие. Икра, например, 300. Лосось довольно высок. Креветки. Все эти продукты, особенно эти внизу. Здесь в вашей стране очень высокое содержание холестерина в том, что мы видим здесь. Молочные, одни из самых холестериновых продуктов. Мы ими позже займемся. В то время как сильно жиросодержащие продукты растительного происхождения, такие как авокадо, кокосы, они не повышают холестерин. Бытует мнение, что они способствуют повышению холестерина, но это не так. Они вообще не способствуют повышению холестерина, потому что они содержат растительный белок. Они на самом деле снижают холестерин. И авокадо, вернее масло в нем, это мононенасыщенное масло, и оно снижает уровень холестерина. Так что холестерин не завышается от этих продуктов. Вот так схематично выглядит образование и отложение бляшек. А вот то, что вам нужно. Вам нужен кристальный чистоты, кровеносный сосуд безо всех этих образований. Люди сегодня говорят, что холестерин — это на самом деле не проблема. Если честно, они правы. Холестерин сам по себе — это не проблема. Но вот то, как холестерин распределяется, — это проблема. Это фремингемское сердечное исследование, которое четко показывает, что чем выше холестерин, тем выше риск сердечно-засудистых заболеваний. Так что да, риск выше. Но то, как холестерин распределяется, играет в этом очень важную роль. Если холестерин закупоривает ваши артерии, тогда артерии... Просвет становится меньше и повышается риск заболевания. Вот схематичное изображение отложения. Отметьте, какой маленький стал просвет. Это человек, умерший от сердечного приступа, и мы видим засорение артерий вот тут. Итак, бляшка — это отложение жира и холестерина. Артериосклероз — это застывание артерий, часто из-за кальциевых отложений, потому что у вас питание с таким содержанием кислоты, что кальций даже в кровеносных сосудах откладывается. Затем могут появиться тромбы, которые начинают плавать туда-сюда и вызывать инсульты и приступы и всякие подобные проблемы. И, кстати, у чернокожих американцев вероятность этих заболеваний в два раза выше, чем у европейского белого человека. Это просто воля случая. По крайней мере, похоже на то. И я думаю, причина в том, что у населения, которое произошло от черных африканцев, было меньше времени приспособиться к жирной диете, чем у западного европейского человека. То есть это просто что-то, что мы унаследовали за долгое время, лучшую способность справляться с плохим питанием, чем эти бедные чернокожие, у которых короткая история плохого питания. Но вот нечто поразительное. Американская сердечная ассоциация начала предостерегать насчет насыщенных жиров и говорилось, что они являются причиной болезни сердца. И к 70-м годам это начало действовать. И среднестатистический американец начал изменять свое питание, потребляя больше полиненасыщенных жиров и менее насыщенных. Правильно я говорю? И всем говорилось переключиться с чего на что? С масла на маргарин. Да. И что? И, по-моему, сработало, как бомба. Вот американская ситуация. И вы видите, что сердечные приступы значительно снизились с 70-го до 93-го года, когда эта рекламная кампания заставила людей задуматься, что нужно изменить свое питание. В Великобритании происходило то же самое. Их темпы снижения были меньше, но сердечные приступы также сократились. Японцы, в принципе, не имели подобной проблемы. В те годы такой проблемы не было. Итак, очевидно, что проблема была в насыщенных жирах. И тогда по всему миру рекламные кампании стали твердить, переходите на полиненасыщенные жиры и предотвратите болезнь сердца. Это было хорошо. Но что насчет жиров и рака? В одно и то же время, пока сокращались сердечные приступы, в то же время возрос рак. Рак груди взлетел. Рак простаты взлетел. Итак, в чем была проблема? В чем была проблема? Мировые показатели всех видов рака. Венгрия, Чехословакия, Люксембург, Дания, Шотландия, Венгрия, Англия, Уэльс. Все высоко жиропотребляющие нации это те, что показали высокий уровень рака. И поэтому в 80-х стали проводить эксперименты и обнаружили, что на ваше питание влияет то, что вы едите, и особенно потребление жира. Так что чем больше жира потребляется нации, тем выше риск рака. Нидерланды, например, были вон аж где. Дания, Англия, Новой Зеландия, Канада, Швейцария, США. Эти страны вершины хит-парада. Нации, потребляющие много жира. И было четко показано, что если кормить крыс с канцерогеном, это то, что вызывает рак, и давать им питание с высоким содержанием жира, тогда у них больше рака, чем если кормить их с низким содержанием жира. Фактически вдвое больше рака. То есть очевидно, что жир вызывает рак. И среди видов рака особенно отмечены рак груди, рак толстого кишечника, рак прямой кишки, рак простаты и рак поджелудочной железы. Это виды рака, вызываемые жирными продуктами. Ну, рак груди и простаты. Взгляните на рак простаты. Швейцария и Норвегия. Это вершина хит-парада. Мы рассмотрим их, когда будем рассматривать молочные продукты. Рак груди. Англия и Вальс, Дания, Шотландия, Ирландия и эти страны. Новая Зеландия. Все нации, потребляющие огромное количество животных жиров, включены сюда. Рак толстого кишечника, та же картина. Новая Зеландия наверху, Венгрия, Дания. Это самые раковые страны мира. Итак, то, что вы едите, влияет на ваше здоровье. Итак, мы рассматривали жир в питании. И тот жир, что мы видели в первой части, напрямую связан с болезнями. Либо с сердечно-сосудистыми заболеваниями, либо с раком. А сейчас мы рассмотрим, как можно жир обмануть. Изменить структуру жира. Что это значит? Вот вам нормальный насыщенный жир. Заметьте, что тут нет ненасыщенных связей. А вот ненасыщенный жир. Вот двойная связь, двойная связь, двойная связь. Это полиненасыщенный жир. Там, где имеется двойная связь, молекула изгибается. Вот так, как буква В. И поэтому молекула, поскольку в ней есть эти изгибы, это открытая молекула. Она как бы открыта. И это значит, что кислород может очень легко сюда попасть. То есть, вот этот жир, как правило, довольно легко окисляется. И когда он окисляется, он формирует свободные радикалы. Поэтому, когда вы отщепляете жир, он начинает окисляться. И чем больше он ненасыщен, тем больше свободных радикалов он сформирует. Например, полиненасыщенный жир нестабилен и способствует со временем возникновению свободных радикалов. То есть, вам нужен баланс между полиненасыщенными жирами и антиоксидантами. И природные антиоксиданты, находящиеся в растениях, такие как витамин А, витамин С, витамин Е. И этот витамин Е заложен в самом зерне, где находится и масло. В зерне, в подсолнечнике, масло упаковано вместе с антиоксидантами. И это масло остается устойчивым. Как только вы выделяете это масло, оно тут же попадает на открытый воздух. И тогда нужно увеличить количество витамина Е чрезвычайно в 200 раз, прежде чем оно перестанет окисляться. Но этого не происходит. Итак, масло выделяется, и затем формирует эти свободные радикалы. Оно формирует эти соединения. Перекись, альдегиды, кетоны. Все это плохие друзья. При этом, когда выделяют масло, чтобы его достаточно выделить из зерна, его также нагревают. Например, если нагревать насыщенный и полиненасыщенный жир, и нагревать до 170 градусов в течение двух часов, то он вызывает заболевания печени. Это если им кормить животных. Это по Цельсию. То есть двое больше по Фаренгейту. Все жиры, нагретые до 180, примерно 360 градусов по Фаренгейту, в течение двух часов или больше, приводят к серьезным заболеваниям печени. А трижды ненасыщенный жир подвергается автоокислению в 10 тысяч раз быстрее, чем мононенасыщенная жирная кислота. Вот в чем проблема. Когда вы выбиваете это масло из зерна при нагревании, обычно это делается при 200 градусах Цельсия. Это 400 по Фаренгейту. И делается это в течение двух часов. То есть в том времени, когда вы покупаете его, у крысы уже такое масло вызвало бы серьезные проблемы с печенью. А что вы делаете с этим купленным маслом? Вы готовите на нем. То есть нагреваете. До какой температуры? Очень высокой. Если конфорки на нашей плите становятся красными, это значит 600 градусов, потому что она светится даже. Вы ставите на нее сковородку, нагреваете ее, готовите в ней, чего там ни было. Вы просто создаете свободные радикалы бешеными темпами. А что насчет забегаловки за углом, в которой огромные баки с кипящим маслом, и в него помещают эту картошку и жарят ее. Сколько времени это греется? Вы, в принципе, покупаете канцерогены. Дайте мне пачку канцерогенов, пожалуйста. Вам большую или маленькую? А цена сильно отличается? Да. Чем больше канцерогенов вы покупаете, тем оно дороже. Отлично. Дайте мне вот эту. Не так ли мы поступаем? Ладно. То есть это очень-очень плохо. Заметьте, что трижды ненасыщенный жир окисляется в 10 тысяч раз быстрее, чем мононенасыщенный жир. Мы уже знаем, что насыщенный жир не очень полезный. И на самом деле, животный насыщенный жир это самый худший из всех. Знаете почему? Потому что в нем нет антиоксидантов. Вообще. Ноль. Поэтому, если вы берете животный жир и жарите на нем, он окисляется быстро, потому что не содержит антиоксидантов. Если вы берете растительный жир, в нем, по крайней мере, есть антиоксиданты. Итак, какой следовательный жир самый лучший? Трижды? Моно? Или насыщенный? Какой из них? Помните, что моно подвергается окислению в 10 тысяч раз медленнее, чем трижды. Какой же лучше жир брать, если вы все-таки пользуетесь выделенным маслом? Моно. Без сомнений. Моно будет самой лучшей. Как бы вы хотели, чтобы его выделяли? Под действием нагревания или холодным отжимом? Холодным отжимом. Это же логично. И вы можете выбирать. Вы можете зайти в магазин и выбрать канцероген или полиненасыщенный или мононенасыщенный горячий отжим или мононенасыщенный холодный отжим. Это ваш выбор. Конечно, это удар по карману, но с другой стороны, это удар по здоровью. Что вы предпочитаете? Мононенасыщенный мононенасыщенный холодного отжима. А какой наилучший выбор есть на рынке? Оливковое масло. Почему? Оливковое масло выдержало испытанием времени. Рапсовое масло — это тоже в основном полиненасыщенный жир, но это рапсовое зерно, и в нем есть другие компоненты, возможно, они столь нужны. И это гораздо более липкое масло в общих чертах. Итак, если будете брать, берите моно-оливковое масло. И здесь вы видите насыщенный, полиненасыщенный моно, и проходит больше времени, прежде чем он начинает окисляться. Фактически он начинает окисляться только после одного или двух часов нагревания. То есть, если вы берете холодный отжим, польете его на картошечку, перемешаете хорошенько, поставите в духовку, и будете печь это при 200 градусах Цельсия. Вот и сколько? Ну, 380-400 по Фаренгейту. И будете печь ее в течение часа, то получите золотистую корочку и гораздо меньше канцерогенов, чем при использовании подсолнечного масла. Готовьте картошечку таким образом. Не обязательно от нее отказываться. Не ешьте ее так часто, но когда готовите, готовьте ее так. Вот типичные полиненасыщенные жиры. Линолевая и линоленовая кислота. Это незаменимые жирные кислоты. Это значит, что они обязательно должны присутствовать в нашем питании. Они нужны нам, мы без них жить не можем. Мы должны их иметь, и получить мы их можем только с питанием. Но как лучше их получить? Извлеченные или в цельных продуктах? Абсолютно. Это лучший способ их получить. Гидрированные маргарины и масла — это еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся в наше время. US News сообщает, «Любое заявление, что полиненасыщенные жиры могут предотвратить или лечить болезнь сердца, является нарушением закона». Очень интересно. Что же это такое? Масло в маргаринах — это соевое, кукурузное, подсолнечное, оливковое, кокосовое, пальмовое масло. Там будут эмульгаторы, консерванты, красители, ароматизаторы. Затем вы проходите через процесс удаления смол, нейтрализация едким натром, обесцвечивание, фильтрация. И затем идет так называемый процесс гидрирования. Высокая температура плюс катализатор плюс водород. Масло фильтруется, нейтрализуется, обесцвечивается, удаляется запах и так далее, и затем делается маргарин. Так, ладно. Но ведь масло — это жидкость, растительные масла жидкие, и полиненасыщенные жиры более жидкие, чем насыщенные. Итак, обычно все масла от природы находятся в так называемой цис-форме. Это значит, что если в ней есть двойная связь, то обе ветви молекулярного скелета находятся по одну сторону от двойной связи. Но когда вы видоизменяете жир, когда вы его гидрируете, одна из этих ветвей разворачивается, и тогда у вас получается трансформа. И теперь они по разные стороны. Я это так объясняю моим студентам. Это как обнять кого-нибудь. Если обе руки по одну сторону, то можно его обнять. Но очень трудно обниматься, когда у вас вот такой вид. Очень трудно. Итак, наш организм признает только эту форму. У нас есть ферменты для этой формы, но у нас нет ферментов для этой формы. И вообще, зачем менять форму из этой в эту? Вот ответ. Та форма жидкая, цис-форма жидкая, а трансформа оказывается твердая. И они знают, что вы не хотите поливать свой бутерброд маргарином. Вы хотите его намазывать. Есть в этом смысл? Но есть еще кое-что. В этой форме, в трансформе, бактерии тоже не имеют ферментов. Они ее не признают. Это же хорошо для промышленности. Это значит, что этот жир не прогоркнет. Но знаете что? Молодое поколение вообще не знает, что такое прогоркшее масло. Они его не знают. О, масло прогоркло. Вы когда последний раз слышали такое? Такого нет больше? А почему? Да не горкнет больше. Но почему? Потому что бактерии больше не хотят его. А почему они не хотят его? Потому что они его переварить больше не могут. Ох, классно! У них такие же фермины для переваривания масла, что и у вас. Это значит, что и вы его переваривать больше не можете. Тогда что такое маргарин, если он полон трансжиров? Это инородное тело. Я называю это гуталин. Видите, вы уже сами ответили. Я его называю гуталин. Он хорош для туфлей, но для пищеварения нет. То есть теперь у вас есть жир, который организм не определяет. Что с ним делать? Что вы будете с ним делать? Вы его отложите туда, где он никогда не понадобится. Разве вы не складываете неиспользуемые вещи в верхних антресолях? Так что вы отложите его под кожей как можно дальше от источника тепла в теле. И затем он начинает перебираться в соединительные ткани и образует выпуклости. И вы смотрите на них и говорите, «О, у меня целлюлит!» И вы начинаете тренироваться, как сумасшедший. Но знаете что? Эта дрянь просто так не проходит. Вы уже замечали, целлюлит просто так не проходит. Единственный способ от него избавиться, это прекратить поедать этот пластик, то есть это трансжир, и делать зарядку. В конечном итоге он выйдет через кожу, потому что кожа жирная, клетки разрываются, жир таким образом освобождается, и это решает проблему. То есть трансжиры — это не еда. Они не подходят для потребления человеком. Они никогда и не должны были стать едой. Они хороши для промышленности. И я обнаружил с течением времени, что всё, что хорошо для промышленности, обычно плохо для нас. Ну, не правда ли? Ладно. К сожалению, они обнаружили, что если добавить определённый процент к нормальному маслу, так что оно всё ещё остаётся жидким, бактериям оно точно так же не нравится. Так что, когда вы покупаете масло, подсолнечное масло, жидкое, читайте этикетку, и на ней иногда написано «частично гидрировано». Вы уже видели такую надпись на этикетке? Это значит «частично не предназначено для потребления». В следующий раз читайте, хорошо? И значит не покупайте. Если всё же используете маргарин, используйте тот, где нет трансжиров, только натуральные масла и какой-то другой загуститель, такой как кукурузный крахмал или нечто подобное, что там они используют. Можете покупать такой маргарин, но, говоря в целом, любое извлечённое масло — это плохо. Позвольте объяснить, почему. Переведём дыхание. Продолжим. Вот подумайте. Представьте раковину с водой. Нальём в неё масло, нагреем воду, тёплая вода, берём тарелку и окунаем. Вынимаем. Какая будет тарелка? Жирная. Если провести по ней пальцем, то на нём остаётся плёнка масла. Не так ли? Теперь, если поместить свободный жир в желудок, это тёплая вода, 37 градусов, а затем добавить туда еду, окунуть её, и каждый кусочек еды будет покрыт слоем масла. Это значит, что ферменты, растворённые в воде в вашем желудке, не могут пробиться, и перевариванию нужно больше времени, и у вас происходит брожение. Когда еда проходит дальше в кишечник, добавляются соли с желчной кислоты, и жир становится смешивающимся. Еда уже здесь, и жир поднимается в кровь, здесь, уже в верхней части кишечника, и всё, он уже в крови. То есть кровь содержит жир, и все ваши кровеносные сосуды, считайте их за тарелки, которые вы туда-сюда, 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 в жир опускаете, и теперь ваши сосуды содержат всё это, и кислотный обмен замедляется. Это значит, что к вашему мозгу приходит меньше кислорода. Вот почему, если вы поели жирной пищи, очень скоро после этого вы начинаете и обычно засыпаете. Так или нет? В то время, как если бы вы в вашей пище не имели бы свободных жиров, то она сначала бы переварилась, и жир бы освободился ниже в кишечнике, и всосался бы гораздо ниже, а не попал бы непосредственно в кровоток. Прежде он попал бы в портальную систему, сначала пройдя через печень. Печень его обработала бы, как на фабрике, и выпустила бы чистую кровь к сердцу, и никогда бы у вас такого не было бы. То есть, если бы вы питались целостной пищей, то оставались бы бодрыми. А так заходишь в класс, и все студенты сонные. Это кошмар. Это кошмар. Итак, перейти на маргарин. Женщины, съедающие 4 или больше чайных ложки маргарина в день, подвержены риску болезни сердца на 66% больше, чем женщины, потребляющие маргарин реже раза в месяц. Ух ты! А почему? Похоже, проблема в уровне трансжирных кислот в маргарине. Итак, вам не нужны трансжиры. Трансжиры — это не еда, и они вызывают сердечно-сосудистые заболевания, а полиненасыщенные жиры выживают рак. Маргарин — это не хорошая мысль. Продолжение следует...